Последние сутки, сейчас речь идет о 29 ноября, вот собственно, что произошло на линии фронта и что происходило в небе, какие обстрелы были, какие регионы подвергались опасности, сейчас все это деталь не обсудим. Итак, за минувшие сутки 9 ракетных и 12 авиационных ударов противник нанес по территории Украины, по мирным городам Украины. Более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам также было совершено. В Генштабе отметили, кстати, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по критическим объектам инфраструктуры Украины, поэтому, несмотря на то, что сегодня день был, ну так, условно спокойным, нельзя терять бдительность. В любом случае, если какая-то воздушная тревога, сразу спускаемся в бомбоубежище. Нужно отметить, что сегодня до обеда практически вся Украина, кроме временно оккупированного Крыма, была в красной зоне. Воздушные тревоги были по всей стране. Давай внимательно теперь на карту посмотрим, чтобы разобраться, как обстоят дела в самых горячих точках на линии фронта. Итак, на северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка, Черниговской области и Середина Будда, Нововладимировка, Рогожочкин, Сумской области. Слобожанское направление далее рассмотрен. Там обстрелов из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Агирцево, Бурдаки, Чугуновка и Амбарная. Это Харьковская область. На Купинском направлении противник держит оборону заранее занятых рубежей и совершил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Балаговка, Каменка, Купинск, Табаевка, Крахмальная и Берестовая Харьковской области. А на Алиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невская, Белогоровка, Луганской области и Ямполовка, Торское, Донецкой области. Оккупанты хотят захватить город Бахмут, Донецкой области. У них не получается, он дальше стоит. И вот на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные свои усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спирная, Яковлевка, Бахмутская, Бахмут, Опытная, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселая, Авдеевка, Водяное, Первомайская, Красногоровка, Курахово, Маренко и Новомихайловка. Это все Донецкая область. На Новопаловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Углидар, Новоукраинка, Причистовка, Золотая Нива и Нескучная. Это Донецкая область. Также рассмотрим Запорожское направление. Там оккупанты ведут оборонительные действия и были зафиксированы обстрелы также из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны в районах населенных пунктов Запорожской области. Недалеко от линии соприкосновения страдали абсолютно все села, поселки, ПГТ. Ракетным ударом врага подверглась гражданская инфраструктура самого города Днепр. Напомню, это город-миллионник. Позиционную оборону ведут на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты. Россияне не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города. Ну и накануне вечером российские оккупанты ударили таки по Днепру. Это огромный город в центре, ближе к востоку Украины. Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. Россияне направили на ночной город несколько ракет, попали в частное предприятие. На месте ракетных ударов занялся пожар, уничтожены производственные помещения. Вы видите на этих снимках прямо сейчас последствия ночной атаки российских ракет. Русский мир, берем его в кавычки, несет только разруху, написал Резниченко в своем телеграм-канале. И сейчас я предлагаю подключить к нашему эфиру Еву Николашвили. Она делает каждый день аналитику, самые оперативные, самые важные новости. Собирает в один большой материал, который и открывает, скажем так, наш информационный блок. Самое актуальное, все самое свежее в изложении нашего специального корреспондента Евы Николашвили. Российские военные продолжают бить по гражданской инфраструктуре и терроризировать украинцев. В этот раз пострадало частное предприятие в Днепре. Фото разрушения опубликовал у себя в телеграмм председатель Днепропетровской АГА Валентин Резниченко. Российские снаряды попали сюда в ночь на 29 ноября. На фото видно, что вследствие удара предприятие сильно пострадало. Украина до сих пор восстанавливается из-за массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре на прошлой неделе. Тогда из-за удара россиян-украинцы в некоторых регионах на несколько дней остались без света. Критическая ситуация с электричеством остается в том числе в Умане. А все из-за того, что на южно-украинской АЭС не работают два энергоблока, которая и подает в город свет. Об этом сообщила уманский городской голова Ирина Плетнева в фейсбук. В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На южно-украинской атомной станции остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично. Россия бьет по жилым домам, а потом, как ни в чем не бывало, просто пытается скрыть последствия своего террора. Так уже происходит во временно оккупированном Мариуполе. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец заявил, что российские военные начали удалять на картах Яндекс дома, которые они сносят в оккупированном городе. Тогда как на карте Гугла дома присутствуют. По словам омбудсмена, россиянам это нужно, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок. Всего оккупанты планируют снести еще около тысячи домов. Россияне только это и умеют скрывать что-то или наоборот показывать народу какие-то успехи. При этом успехов-то этих на самом деле нет. Россияне недавно начали заявлять о достижениях вблизи Бахмута, что они захватили ряд населенных пунктов. Но аналитики института изучения войны убеждены, россияне преувеличивают свои успехи. В открытых источниках нет подтверждения, что оккупанты захватили населенные пункты, о которых они говорят. При этом аналитики заверяют, что даже если российским войскам действительно удалось взять под контроль села к югу от Бахмута, то их достижения все равно не угрожают критически важным трассам, которые служат для украинских военных основными наземными путями сообщения с городом. В Беларуси отпели главу МИД Владимира Макея. Пришел на похороны и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. О внезапной смерти 64-летнего Макея стало известно 26 ноября. За эти три дня официальную причину его смерти так и не озвучили. И, возможно, на это есть причина. Российский оппозиционер Леонид Невзлин заявил, что главу белорусского МИДа отравила ФСБ. При этом клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. После отравления, по словам Невзлина, забеспокоился о своей жизни и Лукашенко. Он сменил повара, прислугу и охрану, боясь, что может стать следующим.